Сотни российских ракет И тысячи иранских дронов Камикадзе В любой момент террористическая федерация может возобновить энергетический террор украинцев И все это лишь с одной кровожадной целью Оставить без тепла и света миллионы мирных жителей тыловых регионов Украины Я не понимаю, почему в Киеве есть свет? Я не знаю, свет или вода? Я не понимаю Но на любую воздушную угрозу в украинском небе найдется своя угроза Так давайте же вместе разберемся, кто, чем и главное, как защищает украинское небо Для начала следует обозначить ПВО – это система противовоздушной обороны Включающая в себя множество средств обнаружения и уничтожения Связанных между собой с одной целью Ликвидировать любую угрозу в небе Когда речь идет о ПВО, это всегда система Которая состоит из комплексов – зенитно-ракетных или артиллерийских А комплексы, в свою очередь, состоят из более мелких элементов Радаров, пусковых установок, ракет, зенитных пушек, командных пунктов и транспортных машин Как работает эта система? Радиолокаторы обнаруживают цели на достаточно больших дальностях Ну там, начиная где-то с 250 километров После этого маршруты этих целей начинают отслеживаться и передаваться на огневые средства То есть средства поражения, которыми является с одной стороны истребительная авиация Ну и с другой стороны зенитно-ракетные средства Что интересно, для защиты неба системе ПВО далеко не всегда нужно непосредственно сбивать воздушные цели Иногда достаточно лишь присутствия, чтобы авиация противника боялась заходить в зону ее действия Именно так сейчас и происходит в Украине Огромные потери авиации и оккупантов с первых дней вторжения Сильно ограничили рост самолеты в полетах С ноября 2022 года наряду с Белым домом украинское небо защищает норвежско-американская система НАСАМС Основным тактическим оружием этого зенитно-ракетного комплекса является батарея, состоящая из трех взводов Девять пусковых установок, каждый из которых может выпустить до шести ракет Один оптоэлектронный комплекс наведения НТАС И три радиолокационные станции РЛС Что интересно, на фронте современные ПВОшные РЛСки используются не только для обнаружения и уничтожения воздушных целей Но и как помощник-наводчик украинских артиллеристов Некоторые станции помогают нашей артиллерии Хаймерсом бороться с вражескими целями Они улавливают ракетные системы вместо опуска ракетных систем залпового огня Ключевым орудием любой системы ПВО являются его ракеты В НАСАМС используется Амраам, относящийся к классу воздух-воздух Эти ракеты были разработаны американской компанией Huge Aircraft ЗРК имеет комбинированную систему наведения То есть сначала полет осуществляется посредством командно-инерционного управления А позже включается активное радиолокационное самонаведение Тактические характеристики НАСАМСа следующие Дальность поражения от 2,5 до 40 километров Высота цели от 30 до 16 тысяч метров Время реагирования 10 секунд Время развертывания-свертывания системы от 3 до 15 минут Скорость цели не более 1000 метров в секунду Пожалуй, именно этот зенитно-ракетный комплекс Можно назвать наиболее прагматичным из всех вариантов В свое время НАСАМСа сдавался по концепции Минимальные затраты, максимальная эффективность Несмотря на серьезное преимущество НАСАМСа в стоимости Экспортная цена около 65 миллионов долларов Он, наряду с американскими «Хоук» и немецкими «Айристи» Не способен бороться с баллистическими ракетами В случае пуска «Баллистики» на аванс-сцену выходят старшие собратья Американский «Патриот» и европейский «Сампти» Только два этих комплекса способны работать по баллистическим целям То есть по ракетам «Кинжал», по ракетам «Искандер» Ну, также по ракетам «Ха-22» Особенность поражения баллистических ракет заключается в прямом попадании ракеты в ракету В то время как боеприпасы, выпущенные из большинства ЗРК Работают по принципу самоподрыва, уничтожая воздушную цель лишь осколками Летит вражеская цель, подлетает зенитная ракета на какое-то расстояние Осуществляется подрыв и осколками поражается вот эта аэродинамическая цель Если осколками поражается баллистическая ракета, никакого смысла в этом нет Она как летела вертикально, так и поразит цель Вот в этом основное различие То есть это принцип «hit to kill» – уничтожить прямым попаданием За уникальность и эффективность, в том числе против аналогов нетных кинжалов, приходится платить В то время как стоимость одного выстрела из среднестатистического ЗРК не превышает 1 миллион долларов Запуск одной ракеты «Патриот» обходится приблизительно в 3 миллиона Основные характеристики американского «Патриот» следующие При массе в 912 килограмм максимальная и минимальная дальность перехвата цели от 3 до 80 километров Высота перехвата от 60 метров до 24 километров При этом обстреливаться одновременно могут аж 8 целей На сегодняшний день украинские военные уже успешно интегрировали «Патриоты» в существующую систему противовоздушной обороны Украины Которая до начала полномасштабной войны была представлена лишь советскими зенитно-ракетными комплексами «С-300» и «ЗРК «Бук» Еще одним важнейшим этапом подготовки к тяжелой зиме стал проект Пентагона «Франкинсэм» Цель которого – обеспечить Украину как можно большим количеством систем ПВО А также совместно с Украиной заниматься созданием новых систем противовоздушной обороны И адаптацией советских ЗРК типа «Бук» под американские ракеты АМ-7 Ну это весьма позитивная информация, потому что на складах Соединенных Штатов таких ракет огромное множество А вот старые советские ракеты к «Буку» после интенсивного использования этого комплекса Потому что это комплекс подвижный, он как работает как внутри страны, так и недалеко от линии боевого соприкосновения То есть комплект «Буков» он не бесконечен Поэтому нужно искать какую-то им замену Как видим, украинская система противовоздушной обороны не стоит на месте Крыватые ракеты, самолеты, дроны, баллистика и даже кинжалы встречают серьезный отпор в украинском небе Но, к сожалению, все это касается лишь тыловых городов Украины На фронте и в прифронтовых городах авиация противника имеет серьезное преимущество Кабы и авиационные бомбы ежедневно десятками падают на головы жителей прифронтовых зон Но и против этого орудия, а точнее его носителя, имеется противовес Передача которого уже в скором времени состоится Как они и применяются? Российский истребитель подлетает с бомбами, подлетает на расстояние 30-40 километров Сбрасывает эту бомбу, которая затем по GPS следует к цели Сам разворачивается и уходит То есть он не подходит к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 25-30 километров Вот если мы получим F-16 с ракетами на 150 километров Мы сможем поражать российские носители Кабов Друзья, а на этом все Не забывайте писать в комментариях, о каких видах вооружения вы бы хотели узнать поподробнее А также ставьте этому видео лайк И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала Субтитры создавал DimaTorzok